Противопоставление фактур, необычные многослойные образы, сочетание ярких красок. Объемную коллекцию уникальных эмалей Владимира Кордюкова привез Вологду сын художника. Выставка открылась в культурном центре «Красный угол». Как раз на выставке большая часть работы с коллекцией Глеба и Елены Дроздовой. В эти дни как раз дата со дня смерти Владимира Петровича. Но выставка организована не в память, а просто для любителей творчества, для почитателей творчества Владимира Кордюкова. А творцом Владимир Кордюков был без преувеличения разносторонним. Вообще родился художник в селе на Волге. По семейной традиции получил профессию мастера по художественной обработке металла. Представлял свои произведения ювелирного искусства на нескольких художественных выставках. В 1987 году мастер переехал в Вологду. Здесь продолжил ювелирное дело, объединял традиции усольских эмалей, северной черни, заинтересовал художника и кружева совместно с Верой Веселовой и начал создавать искусные работы, в которых соединялось плетение с металлом. Некоторые из необычных ювелирных изделий можно и сейчас увидеть в Вологде, в музее кружева. Художник и сам освоил технологию плетения, говорят специалисты. Принимал участие и в Международном биеннале современного кружева. Спустя два года художник приобрел мировую известность. Удивительную композицию «Ночные бабочки» приобрела королева Бельгии. Позже она передала работу в Дармузею в Америке. И сейчас посетители Метрополитена, что в Нью-Йорке, могут любоваться кружевом авторства Владимира Кордюкова. Владимир Кордюков как будто в поисках нового себя постоянно переходил от одной технологии к другой, рассказывают искусствоведы. Лоскутное шитьё, скульптура, коллажи. В какой-то момент мастер увлёкся и созданием эмалей, в которых также сочетал контрастные фактуры. Такую полную коллекцию в Алакжане увидят впервые. Замечают, что его работы похожи на какие-то есть отголоски работ Пикассо, Модильяне. И ещё важный момент, что в работах Владимир Петрович использовал бумагу, которую делал сам по какой-то там своей технологии. На выставке в центре «Красный угол» представлено более 30 работ мастера. Проработает экспозиция до 15 августа. Дарьян Финогенова, Игорь Трифонов. Новости Вологды.